В эфире телеканал ННТ Новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте! Я и мои коллеги ознакомим вас с последними наиболее значимыми событиями в начале «Кородка главном». Браконьеров за решетку, а рыбу на свободу. Почти на 18 миллионов рублей незаконно выловили осетровых в Дагестане. В первый раз, но, возможно, не в последний. Гигантская снежная лавина сошла в Цунтинском районе. Работы по очистке дороги продолжаются. Накормить, одеть и согреть. Представители фонда «Инсан» побывали на месте наводнения в Оренбурге. Как дагестанцы могут помочь пострадавшим сегодня в выпуске? Молодые и перспективные дагестанские боксеры отличились на первенстве России среди юношей до 16 лет. Подробнее в «Спортивном блоге новостей». ФАС России раскрыла картель на 1,2 млрд рублей при поставке продуктов для детских садов, школ и медучреждений Дагестана, Москвы и Московской области. Антимонопольная служба подозревает в сговоре организации «Рамкейт», «Малторг», «Масленица» и «Экофуд», которые участвовали в закупках на поставку продовольственных товаров и возбудило против них дело. Победу на торгах компании достигали, представляя в составе заявок мнимые договоры, которые они заключали между собой для подтверждения опыта. Если вина этих фирм будет доказана, им грозят оборотные штрафы. В Дагестане в ходе рейда пограничники изъяли у браконьеров незаконно добытую рыбу на сумму почти 18 млн рублей. Свыше 120 кг осетровых видов было обнаружено во дворе жилого дома у жителя поселка Коллективизатор Кизлярского района. Часть рыбы, оказавшаяся живой на момент обнаружения, выпущена в естественную среду обитания. Причиненный ущерб составил свыше 3 млн рублей. Также в акватории Каспийского моря были задержаны два маломерных судна, которые перевозили незаконно добытый товар на сумму более 14 млн рублей. В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела. С начала этого месяца дорожные службы расчищают лавину на 13-м километре автодороги Кидырох-Утрах в Цунтинском районе. Минтрансе республики сообщают, что снежная масса такого большого объема впервые сошла на указанную дорогу за все время ее существования. Перекрыто 450 метров в данной проезжей части. Высота снежной лавины, которая накрыла ее, составляет в среднем 20 метров. 8 апреля движение здесь было восстановлено по временной схеме. В целом транспортное сообщение с населенными пунктами не ограничено и осуществляется по объездным маршрутам. Однако существует риск повторного схода. Сейчас в уборке снега задействованы два бульдозера, экскаватор, фронтальный погрузчик и КАМАЗ. Полная расчистка запланирована на 20-25 апреля. Наводнение в Оренбургской области оставило за собой множество разрушений. Тысячи людей потеряли свои дома и все имущество. Сейчас они нуждаются в срочной медицинской помощи, укрытии, еде и чистой питьевой воде. С целью помочь и поддержать пострадавших на место ЧП выехали генеральный директор благотворительного фонда «Инсан» вместе с полпредом в Театре Республики по Приворскому федеральному округу. Подробнее в сюжете Айша Тухаевой. Катастрофа, которая постигла Оренбуржье, вызвала массовый отклик в сердцах соотечественников. На месте трагедии сейчас находятся представители фонда «Инсан» и Муфтеатр Республики для того, чтобы оказать максимальную помощь тем, кто пострадал в наводнении. Беженцы живут сейчас в палаточном городке. Дома их затоплены. Они успели взять лишь минимум необходимых вещей. В этот трудный момент их поддерживают дагестанцы. Сегодня вместе с благотворительным фондом «Инсан» готовим горячую еду для пострадавших города Оренбург и Оренбургской области. Будем кормить горячим обедом. В закупке и расфасовке продуктов для семей, которые спаслись в наводнении, участвовали волонтеры фонда «Инсан», лично генеральный директор и полпредмуфтеята. Мобилизуются все силы и средства для того, чтобы помочь людям в ситуации, когда природную стихию невозможно остановить. Огромное вам спасибо за ваш вклад, за вашу помощь, что не забываете нас. Мы все-таки, да, несмотря на то, что мы находимся в Оренбурге, да, и из другого конца мира мы получаем огромную поддержку и помощь. Пять, шесть. До последнего не верили, что будут такого масштаба паводки и не хотели покидать свое жилье. Сотрудники МЧС ныряют в уже затопленные дома и спасают оттуда тех, кто не выехал вовремя. Регион по-прежнему находится в опасности, так как наводнение продолжается. Каждый день в сфотках сообщения о новых затоплениях. Оренбуржцы нуждаются в нашей с вами помощи. Давайте проявим солидарность в беде. Айша Тухаева, Шахбан Магомедов, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Оренбург. Ключи от дома к празднику Ураза-Байрам. В Чародинском районе завершили к концу рамадана строительство недвижимости для подопечных фонда «Инсан». Жительница села Урухсата Хуралин Кадырова сама воспитывает четверых детей. Иметь свой собственный дом была ее главной мечта, которую решили исполнить неравнодушные люди через благотворительную организацию. Поздравить новосельем женщину пришли представители «Инсан», местные мамы и жители села. Пусть всех, кто помогал мне в этом деле, Аллах вознаградит в тысячекратном размере. Как вы меня обрадовали сегодня, пусть так вы будете радоваться каждый день. Столько труда и терпения было вложено вами. Дай Аллах вам и вашим детям здоровья и благополучия. Акция «Соверши утренний намаз вместе с имамом» получает свое распространение по многим районам и городам республики. Дети продолжают удивлять взрослых своим дисциплинированным походом в мечеть. На этот раз добрый марафон прошел в дагестанских огнях. В нем приняли участие около тысячи ребят. Подробнее в сюжете Хамзунар Магомедова. Муфтия Дагестана в очередной раз подарил радость детям. Около 200 велосипедов получили ребята из города Дагестанские огни, которые в течение 40 дней совершали утренний намаз в мечети. Всего было около тысячи участников от 5 до 18 лет. Торжественное подведение итогов состоялось на центральной площади. Конечно, эмоции детей не описать словами. Ради того, чтобы наши дети были счастливы, каждый из нас, конечно, готов вложить все, что есть у него. Поэтому, я думаю, эти эмоции того стоят. Дети рады, дети идут. Еще были разыграны много разных подарков. И, я думаю, сегодня получился хороший праздник для наших детей. Конечно, подарки – это просто бонус сверху нашим детям. Самое главное, конечно, чтобы они получали духовно-нравственное воспитание. И в мечети как раз-таки они это получили, узнали друг друга еще поближе. Между ними тоже сплотилась дружба. И дальше будем сохранять те нравственные устои, которые они получили в мечети. Хочу пожелать всем здорового и благополучия нашему городу, нашим горожанам, нашим детям, которые рано утром встали и пошли на намаз и хотели показать, что они истинные мусульмане. На самом деле, вот здесь висят фотографии героев. Вот такие же герои, герои для нашего Дагестана вы. Почему? Потому что вы сделали большое дело. Многие из нас не могут такую вещь совершить. 40 раз, 40 дней подряд совершить утренний намаз. Вы большие молодцы, ребята. Мы гордимся вами. Подарки также получили дети, которые по тем или иным причинам пропустили несколько намазов. Самое главное отмечают и родители, и организаторы. Это духовно-нравственное воспитание, которое получают ребята. Благополучие, еще крепче имана нашим детям, которые участвовали в этом марафоне. И организаторам большое спасибо. Такого мероприятия я в своей жизни еще не видела. Такое масштабное, такое радостное событие для наших детей. Я очень рад, что получил этот велик. Но самое главное, что я ходил на утренний намаз. Я сам молитву совершаю. Я хотел на будущее, чтобы мои дети тоже были в исламе, чтобы они истинными мусульманами были. И как бы не за конкурсом тоже, да, чтобы, ну, понятное дело, что дети там, да, для них это приятно. Но и во-вторых, чтобы они ходили, чтобы изучали религию ислама. Мой сын тоже 40 дней, 40 намазов не пропуская. Это племянник, получается, получил тоже огромное баракалаван. Пусть в дальнейшем организуют такие мероприятия. Всех благ. Пусть и очень Аллах, поможете Аллах. Вот, братья и сестры, я велик получил за то, что ходил 40 дней на утренний намаз. Меня папа будил, иногда я его тоже будил. Помогали друг другу. Мероприятие очень понравилось, очень весело, круто. Я 40 дней все намазов ходил, велосипед вот выиграл. Мне очень понравилось. Спасибо за такой конкурс. Алиби, пожалуйста, вот это молодой человек. Жду еще один. Мероприятие поддержали представители власти, общественники и именитые спортсмены. Все в один голос говорят, кто смог преодолеть себя и прийти на утренний намаз. Они и есть настоящие герои. Подобные добрые акции проводились и продолжают проходить в разных городах и районах республики. Хамзанур Магомедов, Салим Алискеров, Мурат Микбарзов, телеканал ННТ, Дагестанские огни. И к новостям спорта. Курбан Бердыев стал советником президента Махачкалинского «Динамо». Как сообщает сайт клуба, бывший главный тренер дагестанской команды не покинул республику после ухода с поста. Он продолжил участвовать в развитии футбола в регионе. Например, выступил с семинарами для тренеров еще в двух городах республики – Дербенте и Южно-Сухокумске. Бердыев также помогал в тренировочном процессе «Динамо-2». Подготовка резерва остается для специалиста интересным направлением, где бы он ни работал. И он продолжит заниматься этим в Дагестане. Сообщается, что на днях президент «Динамо» Гаджи Гаджиев и Курбан Бердыев провели встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Дагестанские боксеры отличились на первенстве России среди юношей до 16 лет. На соревнованиях в Тверской области наша команда заняла первое общекомандное место. В активе сборной две золотые медали. Лучшими в своих весах стали Ислам Магомедов и Иман Магомедов. Также на счету спортсменов еще три серебряные и пять бронзовых медалей. В общем, в зачете дагестанские боксеры опередили команды Санкт-Петербурга и Москвы. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также в социальных сетях. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!